Эльмана, слышал такого? Я простой антигерой, и ты хорошая Твоя скромная душа хочет большего Ты будешь взрослый, бородатый мужчина И будешь играть на балалайке И тебе говорят, нормально? Нужно сделать так, чтобы Blackstar сам ко мне пришел Не, не, не рассказывай Что? Вот тут самую историю Самая любимая музыка здесь играет Я думаю, еще год, и его песни будут петь А полы во всему дому мыть Фу, а ведь Олег и правда знает все. Крутите барабан! Вот простые ребята. Все, пацаны, мы снимаем. Леша, Леша, снимаем. Да подожди, Валер, да я начальную фразу скажу. Привет, друзья. Мы уже стали, мы уже ведем запись, у нас с музыкантом все не терпится сыграть, это Музлофт. У нас сегодня очень интересный выпуск, прежде чем мы его начнем, я хочу задать вам вопрос, сегодня неожиданный вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с каких устройств вы смотрите Музлофт. Нам это важно знать, действительно. Почему? Ну, важно, да? И вообще не задавайте лишних вопросов, это очень важно. Где смотрите и как смотрите? В пробках на смартфоне или дома по телевизору? В стиральной машине. Отмечают нас много. Что, Олег, ты говоришь? Я в стиральной машине. Ты в стиральной машине смотришь, замечательно. Я сказал, что сегодня будет очень интересный выпуск. Сегодня у нас в гостях яркий представитель современной музыки, которой, как вы знаете, у меня и у наших музыкантов очень много вопросов. Вот эта музыка очень популярная сегодня, и поэтому Эльман сегодня здесь, чтобы ответить на все эти вопросы. Певец, продюсер и основатель музыкального лейбла «Рава Мьюзик» сегодня с нами. Давай, с чего начнем? С песней? Да. Давай, с чего начнем? Я простой антигерой, ты хорошая Твоя склонная душа хочет большего Все, что подарил тебе, уничтожила Ты ведешь меня к дороге до прошлого Притворяться, что любил, мне нетрудно, да Избегая все пути, где ты как луна Освещала мне дорогу, что завела На скоблеву и дальше все заново Да, где ты, где ты, где я? Устал так замерять пути Так долго ждал, чтобы ей доверять Песни закованы вместе, нам хватит сил идти, идти, идти Что-то искал, но не заменил Времени таймер давит вниз Что-то терял, что-то находил В лабиринте этих лиц Но нет, но нет, но нет, но нет замен И точно нет, луной осветим день, луной осветим день Вижу за окном, за окном, за окном дожди Слишком долго ждем, долго ждем, но меня дожди Я простой антигерой, ты хорошая Твоя склонная душа хочет большего Все, что подарил тебе, уничтожила Ты ведешь меня в дороге до прошлого Притворяться, что любил, мне не трогана Избегая все пути, где ты, как луна Освещала мне дорогу, что завела На скоблеву и дальше все заново Где ты, где ты, где я устал так замерять Пути так долго ждал, чтобы ей доверять В песне закованным вместе нам хватит сил идти, идти, идти Еще будет припев, нет? Все? Ну пойдем тогда ко мне Пойдем, браво, пацаны, доиграйте Давай, ракешник Я простой антигерой, ты хорошая Твоя склонная душа хочет большего Все, что подарил тебе, уничтожила Ты ведешь меня в дороге до прошлого Притворяться, что любил, мне не трудно, да Избегая все пути, где ты, как луна Освещала мне дорогу, что завела На скоблеву и дальше все задавало Что там вышло вообще? Да круто все вышло Ничего, все круто В чем и кайф музлов, то то, что к нам приходят ребята и мы вообще творим, что хотим Кайф то, что вы запис Vulся а потом в комментариях пишут фу, лажа А после того, как вы выпускаете музыку, вам не пишут фу, лажа В основном нет. Слушай, такого очень редко бывает. Серьезно? Ну, я не помню такого даже, честно говоря. Нет, ну если к вам на канал-то запрыгнуть, посмотреть, то там-то капец просмотров, конечно. Ужас. Я просто не читал там комментарии, честно могу признаться. Но с хейтерством-то сталкиваетесь, нет? Знаешь, когда вот, наверное, три раза таких прям сумасшедших хейта в нас летело. Один раз там какой-то парень с Узбекистана, какой-то он такой, типа разоблачитель, нашел якобы, что мы сперли бит на комету у музыкантов в Тайбите. Хотя мы купили права и потом переделали на свой лад, перебили, полностью переработали. И он обвинял всех, и никто не собирался разбираться, так это или не так. И просто гасили там на беспощадной, на комета. Прям начали нас хейтить, прям тысячами угрозы писали, вы воры, там, ваша семья такая. Короче, да, это было ужасно, но как-то пережили. Ну, там просто парень уже переходил на личности, там, на родителей одного из наших ребят, там, да, прям гадость началась, да. Ну вот, вроде бы мы его успокоили, и все, закончилось. Каким образом успокоили? Ну, слушай, ну, он там прям оскорбление писал, типа, на родителей одного из ребят. Из музыкантов вашего лейбла, правильно? Да, да, да. Он дозвонился, якобы, там, до меня, и якобы какой-то непонятный разговор с а-ля отцом одного из наших пацанов записал, где он его материт, там. Ну, то есть подстроил все, подрезал так. В общем, это было очень некрасиво, и родители даже, нашего артиста, начали переживать. Вот, ну, и вот в конечном счете с ними связались, и как-то его на карантин посадили, в общем, на две недели его. Понятно, хейтеры, не шутите. Не-не, ну, просто тут уже, ладно, хейтеры, которые там, ну, просто балуются и что-то говорят, а когда уже на родителей, на личности приходят, это уже было неприятно. И прям нервов много. Я помню даже у наших ребят у одного, ну, просто не хочу иметь говорить, вот, у него даже кровь от нервов, кровь с носа пошла в один день. Я смотрю, у него утром просыпается, у него кровь с носа, и я, конечно, разозлился. Точно от нервов? Ну да, сто процентов. А чего еще может быть? Ну, давление. А давление не от нервов? От нервов. Ну, все. Скажи, пожалуйста, Равва Мьюзик. Это, я так понимаю, совсем недавняя, но очень популярная история. И такой вопрос. Ты не часто ходишь на интервью. В последнее время я в соцсетях стал смотреть, что ты где-то на стадионе выступил. В ночном контакте выступил. Собственно, в ночном контакте мы с тобой познакомились. А как появилась Равва Мьюзик, и с чего все начиналось-то, в общем-то? С чего началась современная популярная музыка? Смотри, ну, что касаемо нас, зародилась Равва в 2018 году, 18 ноября. Почему? Ра-а-ва. Да, ну, это... Аватар есть такой мультик, знаешь? Конечно. Да, ну вот Андро, он фанат вообще комиксов, он читает манго. Манго, да, она называется? Андро, если этого не знаете, это исполнитель, певец лейбла Равва. Да, это один из самых гениальных людей, кого я знаю лично, на самом деле, потому что в 13 лет он спел Санта-Лючия, это припев он поет. Санта-Лючия. Не-не-не, не там, не там. Нет, Сквозь Пистолс. Нифига себе. Ну, ты знаешь, что песня? Санта-Лючия, 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 Санта-Лючия. Да-да. А, вот подожди, откуда у тебя связи-то с Квозь Пистолс, потому что у тебя... Нет, у меня связи там нету особо. А, окей, тогда мы про выход новой песни чуть позже поговорим, окей. Смотри, он в 13 лет спел эту песню, да, спел припев ребятам, и как бы уже все о себе зарекомендовал так, ну, в очень узких кругах, и я посчитал, что он на самом деле супергениальный чувак. Вот, он очень гениальный человек, и ту музыку, которую он делает сейчас, допустим, это тоже большая гениальность. Так вот, вернемся к названию. Название придумал он. То есть он смотрит мультики постоянно различные. Ну, он еще, в тот момент ему было 17, да, там, лет. Вот, несовершеннолетний. Конечно, он приходит и говорит, ребят, у меня есть идея, давайте назовем наш лейбл, назовем его Рава. Это дух добра, и он такой очень добрый, светлый парень. Он говорит, давайте вот мы... Потому что идея была в момент, когда очень много было песен про наркотики, про пошлость, про все это, была идея тогда создать то, что смогут слушать наши родители и дети, и вообще любого возраста люди. И вот недавно я встречался с ребятами, просто такими на улице подошли и говорят, спасибо вам за музыку, которую мы можем слушать вместе с родителями, сидя там дома или в машине. И наши дети слушают, и наши родители слушают, и мы слушаем. И то есть это такое, несколько поколений, которые без стыда могут послушать эту музыку. И вот на основании всего этого и было такое подобрано название Rava Music, дух добра. И вот... Чего вы там перешептываетесь? Дайте нам поговорить нормально. Я просто сейчас с родителями слушаю роман с Чайковского, мне вам ставят. Мы это предположим здесь. И если гениальный мальчик, то как же тогда Чайковского назвать? Супергениальный или какой-то мегагениальный? А вы послушайте, если будет время у вас свободное, послушайте андро-кавер на Виктора Цоя «Спокойная ночь». А как вообще открыть лейбл? Как открыть лейбл? Смогу ли я открыть свой, допустим, музыкальный лейбл? В чем основные сложности? Тебе правда интересно? Правда интересно. Какие шаги, да, основные? Да. Ну вот смотри, есть продюсерский центр, есть лейбл, да? Ну я понимаю, да. И вот, ну многие на самом деле путают эти грани немножко, потому что сейчас дистрибуционный лейбл, они начинают и продюсировать в том числе и артистов. То есть они не просто уже выпускают треки маленьких лейблов или просто напрямую артистов, они уже сами продюсируют 60 градусов, как это делали Blackstar и Газголдер и так далее. Сегодня продюсерский центр, это в принципе достаточно быть толковым, юридически, финансово, музыкально подкованным человеком и рядом иметь окружение талантливых ребят, в которых ты разглядел будущее и которым ты хотел бы помочь, если у тебя есть благая какая-то цель, не только наживаться, зарабатывать бабки, а еще и помогать людям. Если у тебя есть такая задача и цель, то тогда у тебя есть все основания на то, чтобы создать свой лейбл. И это уже не так сложно, как раньше и юридически, и в финансовом вопросе, потому что раньше что нужно было? Попасть на самые крутые телеканалы, что там было? Звезда, утренняя звезда, радио, и все это через большие связи, с которыми ты не подберешься ни за... На телек вообще сложно было попасть, так можно сказать. А сегодня вот как и создать лейбл, так и попасть на телек. То есть по большому счету не так сложно, но сложно добиться результата и удержать его. Вот это две самые важные, сложные, наверное, задачи. А создать лейбл, ну что, это как сайт создать сейчас. Я понял. Но результат лейбла зависит от качества музыкального материала, правильно? Качество музыкального материала, маркетинга, того, как вы представляете артиста, о чем он говорит, что он несет за собой, какая у него история. Наверное, это как и... Почему сейчас сериалы какие-то внезапно остаются суперпопулярными, вот как «Игра в кальмара», да? Потому что там есть какие-то герои, которые, может быть, передают свою боль, и она настолько схожа с болью других людей, что они вот видят в нем свое отражение, и они прямо начинают себя переживать ему. Может быть, у артистов тоже это основная задача найти, показать свою такую историю, которая, возможно, будет интересна другим, и они будут за ним следовать, и они будут вместе с ним расти, вместе с ним меняться, улучшаться, и музыка будет меняться. Ну, то есть, мне кажется, это такой, знаешь, путеводитель, что ли, сейчас артист. И есть хорошие, а есть не очень хорошие путеводители. Да? Мне кажется. Ну, это спорный вопрос. Тут надо... Слушай, музыка, как и политика, всегда вечный вопрос. Всегда мы будем по этому поводу спорить, всегда будем дискутировать. Да. Ты родился в Азербайджане? Я родился прямо там, да. То есть, родился в Сумгаите, и у нас случилась трагедия, и мы сразу переехали. То есть, я, наверное, может быть, там, максимум в год родители уже перевезли меня в Шахар. И Юба, а я Губова слушал в детстве или нет? А? Самолет, Ваку, Москва. Конечно. Слушал, да? Ну, в детстве не было этой песни, конечно. А что, вы знаете эту песню? С недавних пор. Сыграйте. На всех вечеринках она. Ну, сыграйте чего? Давай, давай, давай. Они же все знают, понимаешь? Ну, практически все знают. Натар Сан? Не, я знаю по-заербайджански, только ласточка. Картан Гала. Правильно сказал? Ну, да. Сам понял, что сказал? Да, да, да. Ну, окей. Ну, давайте, что, сыграйте. Давай, давай. Это знаешь, что песня? Ну, нет. Найди ее. Найди ее. Я сейчас, я даже не знаю. Надо было позвать Петю, сейчас Витеринкова началась. Давай, давай. За 100. Регистрация прошла, взлетаем на конец. И хорошо, что есть в портфеле водка русская. Ай, мама, Вика, ложка и салфетка черная икара. И хорошо, что есть в портфеле водка русская. Бомбовая салфетка черная икра. Тащи, тащи, тащи. Все, эй, штей. По-русски звучит у нас, да? Не-не, классно. А знаешь, когда я первый раз услышал эту песню, когда мы летели в Баку, как раз на жару, и у нас был самолет полностью из артистов. Все артисты там ходили. Кто-то выпивал, кто-то танцевал, кто-то что-то. И вот я помню, по-моему, на ВАИС колонкой выбежал. Самолет, но не Москва. Я, блин, риз. Клево. А мне нравится такая музыка. Да ты что, любое мероприятие, все. Если приходишь на тусовку, и там скучно, включаешь кавказские песни, эта тусовка превращается в самое веселое, что можно. А у тебя музыкальные корни, у тебя музыка в крови, потому что ты, смотри, ты пошел, 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 не останавливаясь вперед, создал свой лейбл, подтягиваешь классных артистов, поешь музыку, которая мне, ну, тяжело я ее воспринимаю, честно могу сказать. И мы с тобой на эту тему разговаривали. А что именно тяжело воспринимать? Слушай, ну, мне кажется, ты знаешь, вот одно и то же. Вот я захожу, очень много похожих исполнителей. Мы с тобой говорили на эту тему. Ты про нас говоришь или про веяние вообще в целом? Я про веяние в целом говорю. Ну, а наши треки? Потому что очень много похожих. Вот я, допустим, слушаю, и мне кажется, знаешь, вот 10 треков, и мне кажется, Эльман, что это один большой какой-то трек. Да, да, да. Но смотри, возьми любого Запада. На самом деле в этом есть фишка. Вот, я хочу, я хочу услышать ответы на вопросы. Где я не прав, где я прав. Да, смотри. Ну, это такой больше уже, знаешь, анализ. И я могу объяснить, почему. Ну, допустим, включай альбом Дрейка. Его альбом и его песни там, ну, примерно полтора года назад. И мне кажется, что это все равно одна и та же длинная песня. Включи «Мия Геншпиль». С самого начала их творчества, когда они взлетели, и до сегодняшнего дня, это одна длинная песня. Суть в том, что когда артиста полюбили, его полюбили за какое-то звучание, посыл, что-то, да, когда он начинает менять вектор, эти песни проходят мимо. И ты замечаешь только те песни, которые были похожи на тот суперхит. И ты его, в принципе, замечать начинаешь. Я уверен, что есть много экспериментов у ребят и у Дрейка, которые просто пошли другим путем, и они остались незамеченными. Вот и вся, весь секрет, что вы не замечаете песни, которые в другом стиле исполнения, в другом жанре. Они будут все одинаковы, потому что они все хиты. И они все около друг друга. Есть даже такой показатель, когда ты по стримам смотришь, да, ты в личном кабинете смотришь. Есть даже показатель похожести все равно песен между собой. И все стремятся к более похожему материалу. Но тогда, если мы берем коммерцию, тогда это все будет для слушателей примерно равнозначно. Понимаешь? Понимаю. А тебя не обижает, что называют такую музыку кальянным рэпом? Смотри, на самом деле не обижает-то, что? За нас в меньшей степени это говорили, да? Это говорили за наших товарищей в основном. Но за нас иногда так проскакивает, но не сильно. Но дело в том, что популярная музыка, она будет играть не только в кальянах, она будет играть в барах, в ресторанах, в машинах и так далее. Поэтому стало популярно ходить в кальяны. И там играет популярная музыка. Соответственно, это кальянный рэп, и он приносит денег. Я же говорил, вы не знаете эти песни, потому что вы не ходите по кальянам. Кальян, только ты любишь из нас. Почему его здесь нет? Я закончил уже, кстати. А если был бы Джиган, он здесь стоял бы, кальян, да? Я думаю, что Джигана не будет в Музловте. Скажи, пожалуйста, ты хотел составить со своей музыкальной бандой и конкуренцию Блэк Стару? Да. Серьезно? Это амбиции были или что? Знаешь почему? Мне было обидно, что меня не взяли. Вот, ни на молодую кровь. Я поехал на молодую кровь, не взяли ни на первую, ни на вторую. Я отправлял кучу песен, видеоклипов на почту, куда угодно. И меня нигде не замечали. И я такой думаю, ладно, нужно поменять подход. Нужно сделать так, чтобы Блэк Стар сам ко мне пришел. Я такой думаю, хорошо, я сделаю. А Блэк Стар пришел к тебе, нет? Ну, мы очень хорошо дружим с Пашу и со всеми, и с Вальтером. В очень хороших отношениях. И если так взять, то... Ну, тогда мы были незнакомы им. Они вообще нас не знали. То сегодня мы в тесном коннекте. И получается, что добился этого результата. Но они застимулировали меня. И в тот момент, мне кажется, все мечтали попасть в Блэк Стар. Если ты, артист, хоть чуть-чуть умеешь что-то делать, ты хочешь в Блэк Стар. Я не мечтал попасть в Блэк Стар. Ну, ты мечтал попасть в универ. Не расстраивайся. Кто тебе сказал? Нет, что ли? Нас здесь уже лет 30 на «Молодую кровь» не зовут уже. Тебя заставили? Ну, меня позвали на кастинг. Я его прошел. Мне сказали, что вот, смотри, есть такой персонаж. 22 или там 23 серии контракт. И образ выстрелил. Смотри. Я как в артист лейбла тоже. Comedy Club Production. И уже это 8 лет тащится. Да, и совсем скоро новый сезон будет. И я не знаю. Ты смотрел «Универ» тоже, что ли? Конечно, я смотрел. Но я смотрел. Пока учился в универе. А кто не смотрел? Я не знаю. Во-первых, я из артистов. Мы не смотрели. Вы не смотрели. Да вы ни хрена не слушаете мужик. Вы не курите кальян. Я смотрел. Вы что здесь делаете? Я смотрел. Конечно, конечно. Все смотрели абсолютно. Все смотрели. Все фанатели. Любыми персонажами у тебя в универе. Кстати, у вас, походу, там все музыкальные, да? Потому что Кузя-то, получается, тоже поет? Виталик, да. Да. Кагунский. Да. Ну и мы не общаемся. А, да? Мы очень плохо разошлись. Не то, что плохо разошлись. Мы непонятно разошлись. И я не общаюсь. Ну вот, когда мы в первом доме Равы жили, прям начали хорошо набирать обороты, он как-то связался со мной. Говорит, ребят, вы классно делаете. Я отстался. Давайте я приеду к вам. Я отстался, да? Я отстался. Офигенно. Я остался. Говорит. Я отстался. Вот. Давай приеду к вам. Говорит. И что-нибудь сделаете? Поможете нам? И мы сделали ему. Песню раньше сделали. И что, не зашла она? А он, по-моему, на нее клип даже снял. Ну, я думаю, в его рамках, наверное, зашла. Но я не думаю, что он стремился в топ-чарты. Ну, я не видел, во всяком случае. Да. Ну, потому что вы с ним в плохих отношениях. Нет, почему? Ну, все, что популярное же, оно сразу же выстреливает. И если ты не хочешь, оно тебе попадает. Да там, на самом деле, музыкальные ребята. Настя Самбурская. Я тоже пригласил ее из Лофт. Она придет на камню. Ну, я так понимаю, что все у вас были музыкальные там или есть? Ну, вот мы часто говорим об этом. Знаешь, есть певцы, есть певцы-артисты, есть артисты, есть артисты-певцы. Тоже вечный спор. Мы часто говорим на тему музлофта. У вас есть в лейбле такие прям артисты, которые выходят на сцену и берут не только голосами свои, но и артистическими данными? Ну, вот до сегодняшнего дня, можно сказать, Джон, вот да, он прям умеет, да, и работать. Научился, я бы сказал, потому что до этого у него не было такого опыта. Научился в рамках лейбла полностью себя позиционировать на сцене, абсолютно красивейше петь, выступать и завораживать аудиторию. Ну, он проделал огромный путь, и мы были людьми, которые помогали ему определиться с этим путем и учили его и общаться, в том числе на сцене, и выступать, так можно сказать. Слушай, ну Джон очень сильно выстрелил, прям моментально. Вы, я думаю, сегодня услышу уже еще одну историю твою, где вы поднялись прям буквально снизу, как ты мне сказал, мы прям, и он один был из первых, и у него аудитория сумасшедшая. Ну, а вот, кстати, несмотря, да, на музыку, которую мы с вами не понимаем, Джон-то он Джонни. Джонни, Джонни, знаете? Мы хотели пошутить, Джон, Пол, Пол тоже выстрелил, но не станешь. Группа «Старая кровь», да? Джонни-то у него вообще аудитория, я посмотрел, там 14, там 11 и 60 плюс. Да, ну вот об этом я говорил, что ура, вы так, ее слушают и дети, и взрослые. Спасибо, что вы хотя бы не материтесь в песнях. Ну вот. Вот за это вам спасибо огромное. Ты знаешь, странная история, мы когда вышли с музлофтом, мы позвонили, значит, и пригласили Джонни, и пиарщик вас отказал, сказал, что нам рано еще идти к вам, вы недостойны еще нас. Ну, это что получается? Ну, наверное, он уже в Раме не был просто. А, уже не был? Уже сложнее, наверное, да. А-а-а. А, получается, ты здесь, а он не был, и спасибо тебе за это. Вот простые ребята. Давайте вспомним, все равно популярная песня была «Комета». Да, да. Давайте ее вспомним, просто припев один, поорем, попридуряемся. Вообще предлагаю ее в разных стилях спеть. Это будет прикольно. И в тональности. Как создавалась эта песня? Скажи, пожалуйста, ты был причастен к этой композиции непосредственно? Ну, смотри, в тот момент самый разгар Равы и самый разгар вообще работы, и ежедневной работы над музыкой, направлений и так далее, он написал ее сам. Но до этого мы проделали огромный путь, потому что до нас он не выпускал песен. Это были одни из первых треков, которые он сам написал. И она была популярная. В каком стиле начнем? Давай во всех перепробуем. Давай, первый, какой стайл? Диско. Диско. Давай, диско. Я лайтово начну, а потом в дискач уйдем. А, давай, давай. Я, ну... А можно мне себя погромче в ушах? Вот тут. Балканский сначала стиль. Все, без тебя не так. Лечу к тебе я словно комета. И даже под дулом пистолета Я найду тебя, я найду тебя. Все, давай. Без тебя не так. Все, ты поешь? А ну иди к нам. Я даже под дулом пистолета Я найду тебя. Давай, погромя диско. Эй! Ведь, ведь... Не, 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 не так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да. Ведь ты моя. Ведь, ведь, ведь... Без тебя не так. Лечу к тебе я словно комета. И даже под дулом пистолета Ты найду тебя. Давай вальс, 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 вальс. И... Все, без тебя не так. И... Лечу к тебе я словно комета. И даже под дулом пистолета Я найду тебя. Найду тебя. Рок! Ведь, ведь, ведь... Без тебя дико так. Ты просто подойди ко мне так. Я знаю, будет наше это лето. Вот. Найди меня. Ууу! Найди меня. Еее! Без тебя нету. Лечу к тебе я словно комета. Ты даже под дулом пистолета. Я найду тебя. Найди меня. Словно комета. И даже под дулом пистолета. Найди меня. Я буду тебя. Ведь, без тебя не так. Лечу к тебе словно комета. И даже под дулом пистолета. Я найду тебя Найду тебя Классный формат, кстати Да ладно! А4 А4, да Я же тебе... Валь, у нас барабанчик Машет тебе, видимо, хочет попросить Два чая Он 200 грамм просит У него еще до сих пор О, это очень громко У него до сих пор еще Самолет Баку-Москва просто доходит Регистрацию прошел Раз-два У нас такая сегодня семейная посиделка Эти же ребята, они же ведь Жеребята? Эти же ребята А сейчас мне Эльмана очень много В ушах Я себя уже прибираю Эльмана мне очень много в ушах Да, теперь вы сначала её подняли А потом убавили Ой-ой-ой, так много-много его Раз-два 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 Что это такое? Раз-два, раз-два. Обосрались просто. Раз. Ну, пока можем говорить, и они будут наставить, да? Классный формат. Ой-ой-ой, это мы запикаем. Так. Ребят, я сегодня вас познакомлю с замечательным человеком-юмористом, с человеком хорошего настроения, он ответственный человек, потому что он играет на ответственном инструменте. Да. Олег. Самый веселый член нашего коллектива Человек нашего коллектива Самый веселый человек нашего коллектива Олег Грабак Олега Олег Грабак Олегрова Всегда слышите Слушай, ну блин, ты же такой крутой Что ты в этой жизни только не делал На кого ты только в этой жизни не учился Я тебя немного знаю Но во всяком случае Я знаю, что ты полицейский Нет? Лежачий причем Ты не работал в полиции никогда? Я работал в полиции в оркестре Но как, я не могу странно назвать полицейским Потому что я работал, во-первых, это оркестр Во-вторых, еще и вольнонаемный Ну какой я полицейский Ну как, в кобурету трубу можно носить Зато жмуров наносился нормально Серьезно? Да, конечно, но у нас как бы оркестр Основная работа это были похороны сотрудников Но зато я от ребят полицейских Узнал очень От таких вот матерых, потертых таких оркестранов Я узнал очень много фраз жизненных таких Которые я больше не слышал Хотите пример? Да, естественно Ну допустим, приезжаем мы на какие-то похороны Вот с оркестром Да, очередные дочери И что-то, ну, долгая дорога была Заступина куда-то ехали На кладбище Зам начальника главка хоронили И вот стоим в очереди в туалет В кабинку в одну почему-то Человек пятнадцать стоял Я встал за тромбонистом За одним таким усатым И он такой смотрит на меня Ты по-быстрому? Я говорю, ну, в принципе, да Ладно, давай передо мной Мне все равно на нерест Офигеть! Есть такие фразы, блин А как ты в музыку-то пришел? Вот настолько Почему именно к духовому инструменту Ты продикся? Вот это я понял И я сейчас расскажу, как это было Вообще-то, в принципе, почему я пошел на музыку Я не знаю почему У нас дома лежала расстроенная гитара Я все время как бы Ну, в общем, лет с трех, наверное Просто пытался что-то брынкать И, в общем, родители поняли Так, чувака надо на гитару Музыкальную школу срочно Мама пошла Так, мне только исполнилось 6 лет Мама пошла на разведку Музыкальную школу Ищет педагога Ему в коридоре попадается человек Как мне она рассказала Говорит Дамочка, вы что-то здесь ищете? Да, я хотела сына быть Музыкальную школу Вот На гитару Что? На гитару? Зайдите, пожалуйста, ко мне на секунду В общем, он заходит и начинает Я так, так Ну, гитара Ну, да-да-да-да Ну, я понимаю Ну, Вия Девчонкам нравится А вот, смотрите Вот я предлагаю ему играть на духовых инструментах Во-первых В армию он попадает в оркестр Мама такая Армия Оркестр Отдельная казарма Конечно, да Все И меня, то есть, привели Зачем тебе эта гитара? Иди И все Привели меня Я тоже пришел Ух ты, дудки висят все, блестят Круто Ну, че, будем пробовать И понеслась Пошло А, и мама еще спросила На кларнетах Саксофонах Чем на таких На таких На медных духовых Наши зрители Таких вот На объемных стадионах Таких Ну, не так часто Ну, несколько раз в году Вот Ледовые Сольные концерты Ты работаешь У Алексея Чумакова? Да С Алексеем Чумаком Мы работаем Катаемся по гастролям Ты работал на Первом канале В проекте Три Аккорда? На Первом канале? Да Изначально в составе Оркестра Фонограф Мы Ну, как Я отработал все сезоны программы Две Звезды А, Две Звезды, прости Две Звезды Началось потом танцы со звездами Достояние Республики И Первый сезон Голоса Только вот я отработал Вот и все Александр Градский Твою жизнь Да, это сейчас Это сейчас мое Постоянное место работы Спасибо Александру Борисович Крепкого вам здоровья Выздоравливайте Поскорее Возвращайтесь в театр А Да Спасибо вот Александру Борисовичу Кстати Ну, я сейчас у него На постоянной Работе Сижу у него в театре Вот не знаю Вот от него От него очень столько много Он такого опыта дает И он такие вещи говорит Офигенные Просто, блин Самое ценное Что ты в последнее время Можешь подчеркнуть От него? От Александра Градского Да Гробак Да достал ты прогуливать уже Блин, со своими заметами Ну, я же тебе такого не говорю Когда ты у нас прогуливаешь В общем, вы понимаете Что Олег занятой человек И поэтому Периодически он прогуливает Наше шоу Тебе комфортно с нами? Да, очень На самом деле Я Такое ощущение Полное ощущение есть Что вот сидишь С друзьями И выпиваешь на кухне И там, знаешь, иногда Поешь какие-то песни Рассказываешь анекдоты Какой-то есть Такой немножко Схожесть Для меня Ты смотришь Музлов Честно? Честно Ну, можно сказать Нет Я посмотрел Всего, наверное Всего три Программы Как-то вот Получилось Ну, ничего страшного Ты занятой человек Что ты можешь сказать Нашим подписчикам? Они очень много Тебе пишут На самом деле Олег самый классный Олег Фантастический Веселый С юмором Ну, чё так сразу Ё-моё Ну, чё У тебя есть свой Тупейший музыкальный юмор Я его называю И он меня веселит Мне нравится Что сказать подписчикам? Подписывайтесь Подписота! Слушай Ну, да Ну, ты говори, да Да ничего Я Просто хотел тупо Пожелать всем Побольше хорошей музыки И крепкого здоровья Не болеть никогда Этой вонючей гадостью А Ещё ты в Инстаграм Как Трампет Клоун Ну, Трампет Клоун Почему? Расскажи Ты знаешь Я не знаю Почему-то в душе Се чувствую Каким-то клоуном Вот не знаю Мне почему-то Мне Я не знаю почему Но мне Мне нравится Когда Надо мной смеются Фиг знает, блин Вот Круто Не могу понять Ну, и Было несколько моментов Я выступал С миниатюрами Серьёзно? Да Ты прямо лупил нос? Нет У меня носа не было У меня был такой Рот завязан шарфом И я делал всякие такие Интерактивы со зрителями Рот шарфом? Это не Клоунская профессия Без слов Я ни слова Без шарика Без шарика Я просто себе завязывал рот Я ничего не говорил Я только всё показывал И всё это под музыку Да такие вот Делал такие миниатюры Небольшие Класс Ну, такое Не знаю Клоунское Что-то есть в душе Такое Блин Надо было в цирк валить Олег, спасибо тебе огромное Ты очень крутой И я надеюсь, что мы Как можно дольше Будем Да Вместе Спасибо И от тебя Я хочу Чтобы ты какую-нибудь Солягу сыграл Блин, ты так круто играешь Какую-нибудь песню Какую-нибудь Вот А вот то, что я играл На студии у Игоря Матвиенко В 2001 году Давай Это твоя труба в этой песне звучит? Да Реально? Да Блин, да Конечно 20 лет назад Чуваки Прикиньте Я не Ж Я Ты знаешь эту песню? Да Все Я Блин Все Стоять Ты учился петь И очень долго Отдал Много на это поставил На свой голос Да Я сейчас расскажу Как это было Короче В школе Это вообще Я Вообще Вот Просто с музыкой Как будто бы А, ладно Сейчас чуть раньше расскажу Это быстрая история Мне музыка нравилась всегда Я безумно ее любил Она была в крови Вот мы про это и хотели узнать Но вот когда я к вам подошел Вот кто-то из вас говорит Про расположение связок И так далее Да, и у кого-то Ну помнишь Ну мы говорили Нет, я просто стал учиться вокалу Не то, что учиться вокалу Я хочу развиваться дальше Да, да, да И я рассказывал Как преподаватель Какую технику мне дает Это благодаря Благодаря Лере Остаповой Ты знаешь Леру Остапову Кириллу жену Вот Она мне свела с одним вокалистом Мне просто захотелось На уровень выше все делать Все, это очень круто Так вот Я в школе, короче На последней парте болтал Что-то там С каким-то товарищем Болтали Не слушали никого И вот пришел Преподаватель по музыке Эльманю Да И она что-то там лечит Рассказывает Я услышал, что препод по музыке Но тут что-то было интереснее Я его слушал И потом она говорит Крайний уже Крайний инструмент И говорит Кто И пойдет Я один поднимаю руку Говорю я Я думал, гитара говорит Я говорю Я, я, я И еще один товарищ Говорит, ну ладно Фиг с тобой, я пойду Тоже прослушал В общем, мы приходим Приходим в музыкальную школу Она что-то настукивает Я повторяю Она наигрывает Я повторяю И дает мне сертификат Я прихожу с ним домой Показываю Мам, я иду в музыкальную школу Меня взяли И она читает Отдел по балалайке И она говорит Ты можешь себе представить Ты будешь взрослый, бородатый мужчина И будешь играть на балалайке И тебе говорят Нормально это? Я тебе сейчас представил С твоими корнями Что ты с балалайкой Я сейчас вместо равы На балалайке играл Представь Балалайку В руки возьму Помнишь такую песню? Нет, даже Балалайка Вот, вот Представь Еще у меня будут Такие галоши большие Длинные Шаровары Лапти, лапти, лапти И в них буду водку прятать Ну вот И как бы И все И в тот момент У меня пошел такой Резонанс Я и балалайка Нет, точно Вот Не пойду Не буду заниматься больше музыкой И потом Вот В школе ребята были Крутые у нас Кто рэпчик читал И я такой думаю Ну я тоже хочу А что Все девчонки там По ним Писываются Не знаю, как у вас У нас сохли У вас списываются Вообще по-разному Видишь От нас списывались До вас сохли Я такой думаю Дай буду за ними повторять Я взял минус Какой-то в интернете нашел И слова нашел какие-то И вот Начал совмещать У нас было 15 человек Мы все сидели Это было все ужасно Вот И один раз я записал Какую-то песню И те ребята Которые были крутыми на районе Они такие О, слушай, прикольно Давай к нам И все И с того момента Я начал участвовать в баттлах Рэпчик, 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 рэпчик И потом понял Что далеко рэпчикам Как бы не уйти Вот И начал в универе уже Что-то где-то петь А есть рэпчик Который ты не выпустил Вот прямо сейчас Симпровизировать Валера тебе ритм даст То, что ты хочешь зачитать Допустим То, что у тебя есть Может быть на грани Лирический рэп Про расставание У вас все в песнях Кстати, лирика Любовь несчастная У вас постоянно там Нет Есть что зачитать Что не войдет никогда Вообще Никуда просто Ни в один альбом Никогда Ничего Сейчас Надо Ты пишешь сэфи Сколько это было Восемь лет назад Нет, а мы А с того момента Я начал Вот пытаться петь Ну давай я что-то вспомню сейчас Я тебя не прошу вспомнить Восьмилетней давности А может быть сейчас что-то есть А вот сейчас я все в формате пишу Я сейчас уже Рэпчика такого не делаю Блин, хотелось бы сейчас Не обломать И что-то вспомнить А не надо меня обламывать Ты обламываешь в первую очередь себя Может тебя раскрываем Как личность Помнишь это? С другой стороны Что? А Так а что там? С красной крышей Грудь Круз А, Круз Круз? А там-то что рэпчик-то? С красной крышей Круз Сейчас, подожди Это из Санта-Барбары Это из Санта-Барбары Итан Круш Я хочу закончить Я хочу закончить И мы представим Антоху Давай Они же музыканты Они же не одни ходят Они же бандой Я хочу поставить Жирную точку В непонятных обсуждениях В разной непонятной информации Что касаемо Джонни Он закончил с вами работать Он ушел Кто-то говорит, что вы поругались Кто-то говорит, что вы дружите Из первых уст хочу услышать Можешь коротко Раз и навсегда Так, ну он точно уже не в РАВе Он не работает с нами Он работает с другой командой Так Отдельно? Да-да-да Он из Атлантик Двигается По поводу взаимоотношений Они больше Чутка натянутые Но не только со мной А в принципе со всеми Ребятами Со мной нормально Ну из РАВы Так-то все остались в РАВе Вот Они чутка натянутые Может быть какие-то Сторонние люди Были причиной Каких-то разговоров лишних Знаешь, как бывает Может быть Много причин есть Но мы однозначно Стали меньше общаться Намного И вот пока что Мы только можем Там поздороваться Спросить, как дела Там, как семья И так далее И Все Ну то есть Не так часто К сожалению Как хотелось бы И не так близко Как раньше Вот так Можно сказать Люди взрослые Но все меняется Да, все меняется Ну может быть Все поменяться Может быть завтра Знаешь Так обстоятельства быстро Развиваются И меняются И так люди Проявляют себя Вокруг Быстро Что Вот Рокировки происходят Очень молниеносно И бывают люди С которыми ты Расходишься И грустишь Об этом Вот у меня Был один такой человек Я очень переживал Когда На уходе От Дробыша У меня Забрали одного человека С которым я долго Шел В музыкальной индустрии И это Артистка И Она развивалась Вместе со мной Я ее подтягивал На всякие Разные Музыкальные Истории И познакомил Ее Точнее С одним из Дробышей Вот младшим Дробышей Валерой С одним из Дробышей Да Такое ощущение Что они заполнили Ну и старший Дробыш Виктор Яковлевич И есть младший Валера Вот И она Вот так как-то Быстро Короче Я их познакомил И она быстро ушла Вот К другому продюсеру Сразу начала там Двигаться Что-то-что-то Я даже не успел Оглянуться Как это произошло И для меня это был удар Именно такой Потому что мы дружили Хорошо Подстава Ну не подстава Просто я Неприятно Да Неприятно Я ее даже в меньшей степени На тот момент винил Потому что понимал Что Ну В Москве-то голову Так скружить легко Быстро Вот И это произошло Но потом Прошло какое-то Время И И все И вот начались Возобновились отношения Взаимоотношения Рабочие Дружеские И сейчас уже все Стало на круги своя Прошло два с половиной года И все вернулось На круги своя Может быть так же Произойти с Джоном Никто не знает Что если Джону надо будет передать Шли мне смс-ку Я ему переправлю Да В таком случае Я могу сам написать тоже Надеюсь ответит Закончили на позитивной ноте Давай Вот у нас Человек еще за кадром сидит Артист твоего лейбла Итан Да Это новый артист Но Но старый друг Новый Ой Что такое Это Новый артист Но старый друг Ты сейчас как Лев Лещенко сказал Новый артист Но старый друг Что ж ты Антушка Дружочек Дружок Давай Анток Пойдем познакомимся Давай ты с песней сразу начни Конечно у нас музыкальный формат И А как хочешь Ходи как хочешь Вообще Ходи как робот Олег Выставите туда Через стоп Антох Привет Привет Почему ты Итан Нормально не мог называть парня Антон И все Ну что я Итан Что за понты Просто Антон Ёк Макарев А знаешь как Смотри Во-первых Сначала я хотел Тоша Это вообще я был в шоке Он у него истерика Он говорит по-братски Я уеду в Ростов Говорит обратно Какой Тоша блин А ты ростовский Мне уже под сорок Говорит Какой я Тоша Ну это шутка Сколько тебе лет Мне двадцать Не раскрываем Двадцать Двадцать лет А почему вы стремаетесь Говорить о своем возрасте Мне сорок Тридцать пять Мне сорок Сейчас изменилось Мне сорок Мне все хорошо Да ладно Серьезно сорок Да Человеку сорок Человек снимается в универе Ну я думаю Уже не снимаюсь Ну круто же Уже три года А сколько было лет Когда снимался Я начал в двадцать девять Закончил через десять лет Но это не выглядел Там на двадцать девять Ну пофиг Зато популярный персонаж Да очень Расскажи немножко об Антохе Я тоже Антоха в универе Поэтому Да Самый добрый человек Которого я знаю Самый искренний На самом деле И мы с ним прошли огонь и воду Много лет дружили И дружим по сей день Но он реально такой искренний И крутой артист Музыкант И он очень много лет Кавер Бэндом катался Я сейчас душу отведу Серьезно? Я сейчас душу отведу Для тебя живая музыка Это кайф Для нас чуть посложнее Вот я допустим Сегодня в первый раз Абсолютно живой Потому что мы играем живьем Но подложка есть Но мы понимаем Да Здесь прям абсолютно И для нас Типа репетиции Репетиции Чтобы выйти нормально спеть Да Здесь без репетиции Без ничего Для меня это было в первый раз Не знаю как я согласился на это Вот Но Ну ты кайфанул? Ну я как бы особо не скрываю Что я не пою как Итан допустим Да вот А он конечно у нас супер крутой чувак И вот классно Классно же Ты вспоминаешь о своих старых товарищах Когда ты поднялся? Конечно Помогаешь им? Конечно Вот это классная черта Слушай У меня знаешь Ну не такая история немножко У меня Когда я поднимался Он нахрен никому не нужен был Ну да А потом появились товарищи А ну а старый Но у меня есть лучший друг Один И мы вместе много совместных историй делаем Помимо творчества У меня есть еще и бизнес направление Поэтому мы партнеримся по жизни А вот я всех с кем я рос в шахтах В Ростове дружил Вот я практически каждого из этих ребят Подтягиваю и помогаю А со скольки вы лет знакомы? Зачем ты его подтянул? Что он тебе такого хорошего сделал? Мы знакомы были Какой это год был? 16 по-моему 16-й год Мы познакомились Я прям влюбился в его музыкальность Все, остановись на этом Я музыкальность Реально мне очень понравилось Как он поет И мы с ним задружили Что вы сказали? Я не услышал Бабу А? Я вынеслся в его бабу Его бабу? Это сильно Нет, слава богу Такого не произошло Вот Ну подружились как-то Олег Олег, ты как скажешь А ведь Олег и правда знает все Обожаю его за это вообще Машка, привет! А, тут камера Привет! Короче, давай ты сначала споешь А пойдем придешь к нам Че петь будешь? Я Агутина люблю Ну, люблю творчество Агутина Не-не, давай не так Стоп Смотрите, давай так Ты говоришь А давай споем Агутина Я говорю Я не спою Вот давай Итан споет Так будет логично Давай споем Агутина Ну, я не могу Но у меня есть друг Друг в суде Я давно не пел Агутина А давай Агутина Давайте А давай летний дождь Давай летний дождь Полуслова понимаем друг друга Класс! Хорошая настроение У нас тут вода Как же я обожаю Вот это живое все Просто отвал башки По витринам улиц По асфальтовым тропинкам Програмило небо Фиолетовым дождем И со стороны Город стал как сумасшедший Как один водой Залитый дом Это ли не то, что бывало со мной Это ли не то, что бывает шутят А просто летний дождь вспоминает тебя Город выпускает Беспощадно из трамваев Нежное создание Хризантема под зонтом И она бежит Не снимая басы ножки Под незумным солнечным дождем Это ли не то, что бывало со мной Это ли не то, что бывало со мной Это ли не то, что бывает шутят А просто летний дождь вспоминает тебя Вспоминает тебя Это летний дождь Это летний дождь Да ладно, все, уже идти к нам И ты петь хочешь? Да Оставляя дома Беги солнца на рогале Ветреную душу Словно нотную тетрадь Выйти из кино И махнуть по этим лучам И не думать о чем опять Это летний дом Что бывало со мной Это летний дом Встал над миром стеной Барабанщик заигрался Лучший Пойдем, Итан, пойдем к нам Олежа, давай, мочи на трубе Я очень хочу, чтобы Валерка сейчас сыграл соло Давай, Валерка, сыграешь соло? Давай, покажи, как ты можешь One, two, three, four Давай, Олега, ты! Валерка, сыграешь соло а я говорил 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 что он крутой а чё ты зачем забрал пацана зачем ты его испортить раз да ты всем привет всем привет кого и кто не видит конечно увиделись давно уже час назад ну чё забрал то забрал чтобы что-то что-то лучше было что-то не надо значит все лучше уже ну вот смотри на самом деле знаешь так ты не писал свои песни до нас а вот так то сейчас на недавно какую написал серьезно покажу подожди сейчас одно и тоже нет будет или чё ну нет смотри знаешь как в школе да не подожди где послушать можно уже вышло нет только вчера он записал нас никто никогда еще вот с телефона никогда еще не записал музыку прикинь это не то это просто демка тихо слов этих это летний дождь тоже да похоже на музыку до ощущение что с телефона играет да очень хорошо похоже как будто когда выйдет трек твой вот это не знаю вот что только мы сделаем как только думаем что там будет будет ли я вопрос будет ли он будет ли он будет ли он на русском вопрос так подожди ты получается раньше пел в кавер-группе надоел тебе очень много лет ты захотел стать популярным ничего не хотел он просто не ожидал у него звонок позвонил в 3 часа ночи спал спал я позвонил ему такой на энтузиазме думаю сейчас возьмет руку сейчас как обрадую предложу ему а мы до этого год на ранее общались так ну гастроли работа была как-то не связывались я звоню и как бы абонент недоступен манула на профукал ты совершенно борту а еще кстати такая вот ну как сложилось я не так не не рассказывай что вот ту самую историю а репертуар как я все говорю сложилось все в такую дату он мне позвонил ночью в день годовщину смерти моей бабушке представлять вот прям день в день надеюсь это хорошим да какой репертуар пел да ты спросил серёж какой-то репертуар вы знаете я больше пел западную 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 тимберлейк тимберлейк на тимберлейк хорош нет конь тимберлейк иван дорн это считается зарубежная музыка а что пел иван дорн дорн я особенный тип не надо стесняться споем сейчас подождать и определимся тональностью не важна тональность уже набивка согласен все я чувствую себя комфортно мы рядом понял даже ваша земля стала нашей мы завоеватели ну нас больше сейчас они знаете вода давайте так заиграли поем Почему он выбрал эту песню? Самый лучший, самый лучший хим Куда делся Дор? Как говорит Айова, сметчили Жарю ультрамальвин и танцую один Остальные стесняются Не надо стесняться Самая любимая музыка здесь играет Мне нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе Самая любимая музыка здесь играет Мне нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе Обожаю вас, черти Все смешали Блин, как клево! Спасибо вам, мужики, от души, правда Просто душа у меня будет Это тебе спасибо Маршрутку спел на Дорне Это прямо спасибо У нас что-то по два человека стали ходить В предыдущий раз группа Добро была Сейчас Ну так какая разница Столка позволяет Сейчас Иван с неизвестным мне человеком пришел Спасибо большое Ну так, подожди Скоро все будет Скоро ты придешь Скоро знаешь как будет Сюда Двух девочек надо попробовать тоже С Джонни Две Маши Тут сейчас юмор Маша, Джонни С Машей я придусь Тогда уж я получается Тогда уж ты получается Короче, говорят Ну давай тогда Почему Агутин? Ну понятно, блин Че я задал вопрос Пыл каверы Много очень кавер Кстати, я слышал, что его номинировали на Грэмми По-моему Наконец-то Агутин? Да, альбом Номинировали на Грэмми Ура Мы, да, Леонида поздравляем Мы, кстати, очень много раз директору его звонили Мы говорили Ну пусть Леонид придет Ну как раз человеку, у которого Можно чему поучиться Здесь в Музлов Да и Нашим зрителям расскажешь что-то интересное Ну вот пока морозится Ну ты же понимаешь, да, вот что вот этот Момент Когда популярность шоу Даже важнее, чем его наполненность Вот этот момент, конечно Мне кажется, что скоро переломится Но пока он ключевой Момент Ну пока что момент Да ну вот смотри Ты сейчас говоришь Итан вот Пришел с парнем, которого я не знаю А вот пройдет какое-то время И как бы его будут знать все И ты такой скажешь А вот он у меня был, да, получается А вот если бы он один был бы сейчас Вот его не взяли бы Вот ты лиса Лиса А вот так-то он уже сразу у вас Ага Вот так вот все в шоу-бизнесе происходит Из-под вытпедверта Так, а ты будешь песни такие же петь, какие пишет Ильман? Нет Нет Я до определенного момента был в поиске Да В поиске себя вообще В поиске Консультантом был Того жанра Я Расскажи, да В поиске своего жанра Я не могу сказать, что я уже конкретно его нашел Но я на пути уже близко прям Уже прям близко Да, мы в поисках находимся Обычно у нас так происходит Ребята, которые А что ты за него отвечаешь? Да ну хочу, хочу я Хочу поговорить Я не выговорился Он не про меня рассказывает Нет, но хочу сказать, что он когда приехал Он год жил у нас Вот, просто жил Ничего не делал В смысле? Ничего не делал Аутвор вот это подметать А полы во всему дому мыть Но он делал музыку Он, как сказать Генерировал деятельность Слушал, слушал Впитывал Впитывал, да И работает с микрофоном И работа на студии Отличается от кавера на сцене Вот И тут уже Кардинально, поверь Кардинально отличается Ты же знаешь Спустя год Мы написали ему первые три песни Так Он их исполнил Сделал все И потом уже Несколько своих Написал круче, чем То, что мы ему сделали сами Я думаю еще год И его песни будут петь Стадионы Стадионы Ну надеюсь на это, честно Я загадал желание, мама Чтобы время залечило мои раны Ты говорила мне, не будь таким упрямым А я бежал по краю нирваны Я загадал желание, мама Чтобы время залечило мои раны Ты говорила мне, не будь таким упрямым А я бежал по краю нирваны Столько ошибок в моей голове Столько попыток вылезти на вверх Но доказал ли этим сам себе Что жизнь дана, чтобы палить в борьбе Но нет, нет, я не бездарь Весь мир мой только в песнях Бежать с криком добейся Согнал сам себя в бездну Хотел бы видеть я весь мир Но раны гады на сердце Я вижу даже во сне цель Я вижу даже во сне Ты загадал желание, мама Чтобы время залечило мои раны Ты говорила мне, не будь таким упрямым А я бежал по краю нирваны Я загадал желание, мама Чтобы время залечило мои раны Ты говорила мне, не будь таким упрямым А я бежал по краю нирваны А я мечтал увидеть А я мечтал увидеть себя на луне Закрыть глаза и просто в космос улететь Так часто с детства глядя в небо каменел Я знаю, смотрит на меня он мама Я загадал желание, мама Чтобы время залечило мои раны Ты говорила мне, не будь таким упрямым А я бежал по краю нирваны Я загадал желание, мама Чтобы время залетило моей раны Ты говорила мне, не будь таким упрямым Я визжал по краю нирваны Я мечтал увидеть себя на луне Закрыть глаза и просто в космос улететь Так часто с детства глядя в небо каменел Я знаю, смотрит на меня он, мама Смотрит на меня, я загадал желание, мама Я загадал желание, мама Чтобы время залетило моей раны Ты говорила мне, не будь таким упрямым Я бежал по краю нирваны Я загадал желание, мама Чтобы время залетило моей раны Ты говорила мне, не будь таким упрямым Я бежал по краю нирваны Ты загадал желание, мама И как всегда мы без стинга в конце не можем Далее же Пацаны, браво, проходите ко мне У меня своя нирвана есть Давай Я-то вырос на другой нирване Инблум Тебе-то лет-то сколько уже? А мне-то да И знаете, мое детство по другую нирвану проходило Под группу нирвана Я обожал, что она делает, эта группа И конечно, очень жалко, что куртка Бэйн Закончил, дело очень хорошо Давай инблум просто куплет-припев споем А че нет-то? А, давай, окей Ты знаешь? Знаешь? А, кого? Нет, я не знаю Зали, загорелся Я помню так плохо текст И ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА He's the one who likes all our pretty songs And he likes to sing along And he likes to show his gun But he knows not what it means Knows not what it meant And say, he is the one who likes all our pretty songs And he likes to sing along And he likes to show his gun But he knows what I want to miss Now I want it And say, yeah And he's the one who likes to sing along Или такую? Нет, нет, вот такую. Пока сладкий пою. А что поешь? Поможешь? О, кисло-сладкий. Передай привет, кинтам, кто-то там хотел что-то там как-то. У меня все нормально, у меня все не... Эй, передай привет, кинтам, кто-то там хотел что-то там как-то. Эй, у меня все нормально, у меня все не фигово. Эй. У меня разные попсовые вещи. Есть где-то поп-рок. Я не... Ну, у меня, знаешь, стиль прыгает. Он разный бывает. Вот это что-то между Агутином, Мишей Бубликом и, наверное, да. Бублик крутой, конечно. Чего, представь, я слушаю Бублика. Мишку? Да, слушаю. Вот, кстати... Знаешь, у него под... Подгрустный теннис. Не-не-не. Подгрустный теннис. Это А, да-да-да. А, я понял. Как там было? Да. А чья это подгрустный теннис? Миша, Бублик. Я просто... Я ждала тебя, так ждала. Я думал, Бангрустный. Как они же одинаковые? Ты можешь вспомнить, как она называется? Я за тебя хоть... Под артобстрел! Вот это. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та Скажи да! А мы пели ее. Скажи нет, серьезно. Это вы другое ходите. Это артобстрел ты песни сказал? Артобстрел, да. Слушайте, а я слушаю вот из этой, наверное, истории. Это Андрей Бандера. Пацаны, вы нормальные. А подожди, стой. А знаешь что? Вы нормальные. Знаешь что? G-Shock у тебя на руках классный. Смотри, я-то что понял? Вот сейчас. Что Бублик и вот... Андрей Бандера. Вот получается-то на современный лад шансон сейчас заходит. Вот новая эра. Возле кальян рэпа заходит нео-шансон. А как ты думаешь, все циклично? Мелодия вернется? Конечно, все циклично. Все вернется в новом исполнении, в новой аранжировке. Я хочу послушать в поп Владимирский Централ. Да, но ты посмотри, вот сейчас, допустим, даже Хамалиновой выпустили песню. Это вот написал мой товарищ Женя Трофимов, тоже с фабрики звезд. И от Жени Трофимов это чисто вот Бублик, да, вот и все шансон исполнителей. Это стори-теллинг такой, история, в которую, типа, ну, прям, ну, шансон, ну, современный шансон. Современными голосами, современной аранжировкой. Вот сейчас что и происходит. Так, значит, ты зайдешь в топы скоро, братуха. Поздравляйте. Да, спасибо тебе огромное. Заказу, Кадиллак. Ждем. Весна опять пришла. Как раз он год будет идти, вот. И лучки тепла доверчиво глядят. В мое окно Окно Опять защипит грудь И в душу влезет грусть Кайф. По памяти пойдет Со мной Все ждали, сейчас тут что-то, да, Калион Рэп Сейчас Эльман загрузит свои песни, оказывается, все не так пошло, как нам думали. Поехали, Стас. Владимирский Централ Нет, нет, нет. Пойдет разворошит И вместе согрешит С той девочкой, что так Давно Давно Любил Любил Смотри С той девочкой ушла Вот так Смотри С той девочкой пришла Забыть ее Не хватит Сил И все вместе И все вместе Владимирский Централ Ветер северный Этапом из Свери Злонемеренно Лежит на сердце Тяжкий груз Владимирский Централ Ветер северный Когда я банковал Жизнь измерена Но очко быть Такой Ак-11 Спасибо большое Супер Вот и подошел К концу Наш фестиваль Молдавских яблок 1980 Молдавских яблок Парни, какие вы в жизни? Ну вот Вот такие есть, брат Вот просто такие вот Простые, легкие А ты думаешь, что у нас сейчас камера Вот где-то эти палки, которые стоят Что-то они Поменяют нас сейчас Ты про какие палки Ладно, это же люди Какие вы в жизни? Какая философия в жизни? Что хотите донести до людей? Добро Ну типа это сейчас было так Нет, чтобы люди были добрыми Очень много злых людей Я понимаю, почему Потому что в Москве Очень плохая погода Что-то в жизни у людей происходит Очень много людей пессимистичных Да, я в мире говорю Очень много людей пессимистичных Нужно быть немного оптимистичным И тогда в жизни все будет вообще другими красками Почему ты тогда поешь про несчастную любовь? Да, во все Разлука Надо долететь обязательно до второй половины Чтобы все сложилось Да, да Ты не долетаешь к концу песни У тебя опять переходит в следующую песню И опять ты долетаешь Да, да Ну, я объясню тебе Во-первых, я отвечу на первый вопрос Какие мы в жизни Обычные люди с такими же проблемами С такими же трудностями С такими же С такой же борьбой с самим собой И поиском лучшего Для себя и своих близких Такие же обычные люди Просто у нас получается делать то, что мы любим И это дает нам что-то Деньги Ну, в том числе Ну, смотри, деньги Дает нам деньги И мне в том числе Я за счет этих денег Нахожу таких ребят, как Рамис Вот, не знаю, слышал ты историю или нет Парень с улицы Рамис, что-то знакомо Который живет в электричке Он ездит каждый день Ну, ночью В электричке Просто ему спать негде Но он суперталантливый артист Певец именно Вот И я его подтягиваю И своими возможностями Стараюсь его как-то Вытащить из этой ситуации И много талантливых людей Которых должны услышать Вот, в том числе И Джон был Одним из тех ребят Он ведь занимался Совсем другими делами Он с отцом Занимался Бизнесом Обувью Что-то еще И вот За счет того, что Мои какие-то старания Мои какие-то возможности Плюс его талант Это дало результат И Джону обеспечивает Наверное, всю жизнь Практически его Вот Вот такие мы люди Люди, которые стремятся Что-то сделать Ради того, чтобы В том числе Кому-то помочь И сделать чью-то жизнь лучше Касаемо песен Ну вот Так я пишу Вот так я умею писать И вот так я выражаю Свои эмоции Я счастливо живу Свою жизнь Но И при этом Рассказываю про То, что я переживал Когда-то И мне нравится Делиться Мне нравится, что Это уже Не так близко В моей жизни Вот эти истории Грустные Да, про отношения Я их пережил Я рад, что Я переживаю Это только в музыке Теперь Но не в жизни Я, слава Богу Что в жизни Уже все хорошо Ты понимаешь То есть ты понимаешь На сегодняшний день Какую ты музыку делаешь Куда ты двигаешься Конечно И что ты доносишь До людей Своей музыкой Конечно Абсолютно точно И мне за это не стыдно Мне не стыдно За то, что в нашей музыке Нет ничего разрушающего И твой прекрасный сын Сидящий здесь Скорее всего слышал Не даю на жалость Нет Скорее всего слышал Какие-то наши песни И может быть Они даже есть у меня Иди ко мне Иди сюда Иди Давай проверим Давай Он у меня видишь С барабанными палочками пришел Потому что он Какую ты музыку слушаешь? Какую ты музыку слушаешь? Расскажи сразу же Дядям Какую музыку ты слушаешь? Манескин Манешкин Манескин Малежик Малежик Манешкин 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 А еще кого? Нирвану мы слушаем А, ну то есть ты воспитываешь музыкант Он такой, да Ракешник в основном слушает Тебе нравятся русские песни? А Инстаграм есть у тебя? Нет А тикток? Лайк? Ну в семь лет куда? Мы ходим с барабанными палочками Поэтому, видишь, мы больше по ракешнику бьемся А, ну вот, видишь В первый раз Эльмана слышал такого? Нет А Джонни? Слышал тоже Вот видишь Но все-таки нас слышал А, Андро? Я в бокал полонекса А, да, слышал тоже Видишь? А папины песни слышал? Да Естественно А лолипап? Песня Лолипап Лолипап Да, знаю Да? А что еще? А вот это Что-то ты не то слушаешь Все, давай, иди Подождите, они сейчас не остановятся Подождите, жмите паузу Вот видишь, вот видишь Есть что-то Ребят, напишите в комментариях Какую музыку Какие песни вы слушаете Из музыкального лейбла Рауба Мьюзик Мне очень интересно Как вы относитесь к такой музыке Мы часто говорим о современной музыке Она бывает разная Но сегодня я хочу По чесноку сказать Я не ожидал Я не ожидал, что у нас так встреча будет Вот именно такая Я понял, куда ты двигаешься Я понял, куда ты двигаешься Только далеко не заходи Ты очень талантливый Тебе надо прям Лупасить Искать себя В музыкальном направлении Я думаю, все получится Говорит тебе тот человек Который тоже до сих пор Себя в музыке ищет И я понимаю, что ты делаешь И спасибо тебе за искренность Вот ту, которая сегодня была Спасибо тебе Я желаю вам дальнейших продвижений Спасибо огромное, что сегодня пришли И давайте не в последний раз Абсолютно точно Мы ждем от вас приглашения И мне хотелось бы, чтобы ты хоть раз приехал к нам в Раву Типа возьмете? Не, не, приехал к нам в дом Посмотри, как мы живем Без камер, без ничего Просто потусовался с нами У нас есть три студии Там всегда что-то происходит Там что-то творится И может быть, ты что-то свое привнесешь В нашу музыку А может быть, и мы тебе чем-то поможем Мы ждем, наша дверь открыта Для тебя и всех ребят, кто здесь сегодня был Спасибо, мужики Вы топ вообще От души все, Антоха, Льман Спасибо Дайте в завершение песню Муза Мадонна Не Мадонна, кроме Мадонна Музу споешь? Давай Споешь? Я знаю, ты написал супруге песню Пойдем Споем? Да? Супруге написали песню? Можно привет передать? Можно передать? Передавай, обязательно Я хочу передать привет Паме, бабушке, папе Леониду Якубовичу Всем моим родным и близким в городе Ростове и друзьям Ростов, привет Крутите барабан! Ильман, у нас в гостях в следующей программе будет Андрей Звонкий Да Давай зададим ему какой-нибудь вопрос Вопрос от Ильмана Давай Так, Андрей Звонкий Вопрос от Ильмана Значит, вам-то уже как бы не 19, не 20 лет Да Да Вы-то уже достаточно взрослый И, скорее всего, солидарно в музыке вот с этими ребятами С тобой, наверное Да Вот И как вам И с тобой тогда, получается Как вам удается в сегодняшней современной музыке держать позиции И оставаться в топ-чартах И чтобы ваши песни были известными Как вы так перестроились? И вот мне-то тоже будет 40 Мне тоже нужен дать совет Вот поэтому ответьте, пожалуйста Я думаю, когда тебе будет 40, жизнь абсолютно кардинально поменяется Все, мы зададим вопрос Андрею Звонкому обязательно в следующем выпуске Ну и в завершении Муза Муза Давайте Холодная как лёд Моя муза Все время мне поет А чувства Манит и зовет И искусно Её ладони Как Искусство Холодная Так Пьём Пупим Любви Ночью И смею Захватим Любви Мы Пьём Леги Вино Всё Об одном Наши Мечты Но Ко мне Ты Позвони Только от луны Оставь мне цепли И заход Солнца Пиши Всё Опиши Как там Ты Как будто бы С картины Ты Но Кто тебя Плясал Скажи Я чёрно-белый Вес Души Но Кажется Ты Красишь Мою Жизнь Холодная Как лёд Моя муза Мне поет А чувства Манит и зовет И искусно Её ладони Как Искусство Холодная Как лёд Моя муза Все время Мне поет А чувства Манит и зовет И искусно Её ладони Как Искусство Холодная Как лёд Моя муза Все время Мне поет А чувства Манит и зовет И искусно Её ладони Как Искусства Холодная Друзья, это был очередной выпуск «Музлофт». Он вот такой. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю эту музыку, но эти чуваки делают вещи, которые слушают миллионы. Эльман, продюсер лейбла «Рава Мьюзик» и новоиспечённый исполнитель этого же лейбла «Иттон» сегодня были в гостях шоу «Музлофт». Подписывайтесь на нас, пишите, что вы думаете о сегодняшнем выпуске. И... Да всё, они мне уже заткнули всё уже. Пока! Пока! Приятно было познакомиться с вами, молодцы. Спасибо огромное. Спасибо. В очередной раз хочется выразить респект вот этой замечательной команде КВН. Пятёрке, которая мочит. Не на шутку, это очень круто. Спасибо. Вот мы так пятером, шестером и даём концерты. Семером мы. Сейчас звукорежиссёр у нас есть. Вот, да.